Здравствуйте, зрители канала Кивизон ТВ. У нас такой спонтанный сюжет, потому что мы сидели сейчас, вот общались с Александром Тетери, который вы видели, да, про как найти работу в Новой Зеландии. Если нет, то посмотрите этот ролик. А рядышком сидела его супруга, боевая подруга Соня. Здравствуй, Соня. Привет. И мы тут решили, а почему бы нам не снять такой сюжет, который назвать, например, там, жены декабристов. То есть партнеры или жены, которые следуют за своими мужьями в эмиграцию фактически, да, в Новой Зеландии. Соня, спонтанные вопросы, которые у меня рождаются, поэтому просто вот расслабимся и просто пообщаемся. Я думаю, что это будет интересно людям. Александрович, вот и Александр, кстати, идет. Саш, покажись к нам здесь тоже. Мы снимаем как раз сюжет с Соней. Александрович уехал сначала первый в Новой Зеландию на год какой-то. На год. На год. Да, мы были в разлуке целый год. Как вообще он смог тебя уговорить, чтобы вот так вот расстаться, например, и замахнуться на такую цель? Ну... Чья это была идея вообще? Не, выгодная же Саша идея. Саша, перескнул, садись рядочком. Вот серьезно, хороший, хороший получится сюжет совместно. Вот прям сзади вот здесь вот садись. Я так даже не буду. Чья была идея, ребят? Идея была, конечно, Сашина, потому что Саша у нас паровоз, а мы все вагончики. Мы все, это у вас две замечательные дочки. Да, у нас еще два ребенка, две дочки, одной 8 лет, другой 3. Эта идея у него возникла после командировки в Германию. Так как Саша у нас провел часть жизни в Германии, когда был маленьким. И у него нахлынули все эти чувства, детские воспоминания. Он решил, что надо попробовать, когда на них переехать. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это совершенно другие возможности для наших детей. Ну, я думаю, что они не долго. Долго-долго. Долго-долго, да? А почему Новую Зеландию вы выбрали, Александр? Если это был твой выбор после Германии. Во-первых, в 2014 году, когда я задумался об этом, было очень мало информации о видеоблогах, там, как бы это видеоинформации, о коммерциальных странах, в которые можно иммигрировать. В основном, это было США, Канада. Что еще? Австралия. Англия нету, потому что Англия не такая миграционная страна, потому что это сложно миграционная страна. Миграционная страна США, Австралия, Канада. Ну, соответственно, Австралия жарко, США сложно, Канада полно. Канада нам сказали, что тяжело. Но Канада был мой выбор, на самом деле. Канада, ну, такая, большая диаспора, там, и так далее. Но когда я начал двигаться в этом направлении, я понял, что очень тяжело, потому что возраст не позволил. Мне было 37 лет в тот момент, да, и быть студентом через обучение другого выбора у меня не было, потому что я не какой-то, ну, я не инженер, не программист, у меня нет каких-то вот таких технических способов и навыков, нет, да. Поэтому через обучение это был естественный процесс, бизнес-менеджмент, который мы... Естественный процесс, адаптация хороших стран, и так далее. Но мне большинство консультантов сказали, что Канада для меня будет закрыта из-за возраста, а не дадут визу на обучение. И потом, посленно я подтвердил, общаясь с некоторыми людьми, они сказали, что да, так и было, у них был случай по возрасту. И вы решили пойти по пути, который самый... Я бы не сказал, что он самый сложный, он самый верный для получения визы. На самом деле, самый единственный. Он самый единственный для получения визы, потому что когда человек, мужчина, выезжает в другую страну и оставляет за собой семью, там, может, недвижимость какую-то, детей, то вероятность получения визы резко возрастает. Да ведь? И у вас не было с этим проблем. Ты сначала приехал на курсы по английскому, я знаю, да? Да. А потом, ну, как бы на разведку, а потом вернулся сюда уже на Level 7, уже с четкой целью эмигрировать. Но я ведь правильно понимаю, что вы не поехали все вместе одновременно, ну, так, между нами, просто потому что это большая сумма денег, да? Это было не по карману. Не по карману. И вы решили сделать таким образом, что сначала Александр заканчивает обучение на Level 7, находит работу и потом уже подтягивается вся тайная смерть. Ну, в плане был такой, что, возможно, я найду в процессе обучения работу, которая сможет прокормить, но в реальности оказалось это очень сложно. Маттайм работа, это первая работа, за самым это минималка, если у тебя нет каких-то таких, опять же, не программист, а инженерный, а что-то... То есть, там, полторы тысячи в месяц, они не спасут, да. Поэтому, ну, как бы, держались планы, попробовали, нашел по тайне, да, смог себя сам обеспечить, не с расходов для семейного бюджета, это уже хорошо. А дальше семья приехала и... и уже менял работу. Соня, если не секрет, вот пока Саши не было, то есть, чем ты занималась? Гучила английский, и ты копила деньги на... Нет, я не учила английский, потому что я немножко знала английский, и у меня не было никакого стремления, скажем так, как прям вот там его учить. И никакой особой возможности нет. Но, как я шла в моем городе, и найти там преподавателя английского, который бы меня прямо научил английскому, чтобы я смогла общаться, ну, это было нереально. Зачем было тратить на это силы? Я организовала свою фитнес-студию, была фитнес для женщин моего маленького города, и, собственно, сарабатывал деньги. То есть, у нее стояла задача, одна из задач в плане проекта, который мы сделали по названию «Новая Зеландия», там был четко прописан пункт, что я в «Новая Зеландия» учусь, ищу работу, создаю почву для будущей реализации «Мисс» и так далее. А Соня, к этим временем, обеспечивает семью, семью детей. Детей кормит там, она вот дома, она сама это все делает. Умница. Она с этой сдачей на 100% справилась. Мне не надо было добавлять какие-то деньги, мне не надо было заботиться о том, что семья там голодает. Потому что она ее полностью обеспечивает. У детей там, у себя. Молодец, Соня. И еще весь важный момент. Когда ты нашел работу, и Соня приехала, ты не сидела ведь дома, да? Ты не скулила там, и не плакала, что ты не знаешь английский, и не найдешь работу. Ты сразу же пошла из-за работы. Саша, сначала зарплата была не очень большая, и нам на самом деле не очень хватало. Из-за аренды, наверное. Да, из-за аренды квартиры. Да, мы постоянно брали запасы деньги. Так, что запас был невелик, то это было вообще неприятно. У нас было двое детей, и за ними нужно было днем кому-то смотреть. После того, как старшая приходила школа, а младшая еще вообще никуда не ходила. Поэтому у меня была четкая задача найти удобный мне график. У меня было все равно, какая работа. Мне главное было найти удобный график. Я посмотрела все шопинги в нашем районе и поняла, что магазинки и Марс, австралийский магазин, очень популярный, что он работает до 12 часов. И там по-любому должен быть подходящий график. А тебе как-то вечером нужно было? Ну, конечно, когда Саша приходила с работы, чтобы я могла идти работать. И, в общем-то, все получилось. Расскажи, как получилось, потому что так найти работу. Я взяла свое резюме. Пошла в нашу шопинг-кэрри и ходила в каждый магазин, который был на моем пути. Я заходила и говорила, я еще работала. Мне нужен такой график. Я могу делать все, что требуется. У меня есть необходимости. навыки, возьмите меня на работу. Слушай, со стопом мужа. Да, да. Он же точно так и делал. Мне, конечно, в магазин такой, меня бы встали с радостью, но там они все работают до 6, до 5. Это мне не подходило. И только вот Кеймар, он работал до 12. Я могла, соответственно, совмещать работу. Сашину работал. И у детей. Но мне сначала сказали, что там не нанимают. Я хотела 5 раз. 5 раз, ребята, думайте, 5 раз. Ну, в итоге меня взяли. То есть упорство и настойчивость, они пробивают даже такие стены, когда вам говорят, нет, нет, это невозможно. Не верьте этому и продолжайте долбить в эту точку. Мне нужен был именно этот магазин, потому что там был удобный график работы. И когда я была на собеседовании и увидела, что там есть график работы с 6 до 12 ночи, как раз то, что мне было надо, собственно, все срослось. Умница. А потом, если ты помогла еще, ну, как бы в вашем проекте, ты добавила, смогла добрать баллы за счет того, что ты работала в Новой Зеландии и за счет того, что у тебя были знания по английскому языку. Да, что я знала. Я, во-первых, знамообразование мне дали Левуна. Собразование. Да, Левунайн это просто для меня была заоблачная оценка. Да, что выше только 10. Да. Все практически максимально. И языки сдала на необходимые баллы. Ну, это вообще, да. Да, 5 и мы получили еще 20 баллов. И сколько у вас в итоге получилось баллов на двоих? С 192? С 192. При необходимости 160. Да. Не уезжай в этом. Не уезжай из окна, ребята. Ну, что значит, когда работает семья в команде, когда один не просто тянет другого, а помогает и добавляет, да, и страхует. И я просто знаю эту семью уже где-то года-два, наверное, да, мы знакомы. Ну, ты приехал где-то полтора назад. И я просто вижу на своих глазах, на своем опыте, ребята, это замечательно. Я считаю, что можно сказать, что это пример, как должна работать семья вот именно в партнерстве, да, когда именно люди дополняют друг друга, как маленькая компания, у которой четкое разделение идет по функциям, и все работают слаженно. Я больше тебе скажу, мы перед тем, как мы поехали, мы составили план этого проекта и по пунктам расписали. Это был первый план. У нас тобой, да. Кто за что отвечает. В моей жизни даже вот это был первый структурированный план целей, который я составил. До этого я не ставил таких целей масштабных. Я не структурировал их так, и я не расписывал. И может быть, потому что я структурировал, расписал, и по пунктам мы все вот вместе, мы согласились с этим вместе. Мы согласились, что каждый пункт осуществим, и у каждого есть своя задача, к этому сделать. Мы это приняли в семействе как план проекта, и мы шли пункт по пункту. И я сейчас с такой огромной радостью вычеркиваю, вычеркиваю, которые мы достигли. И мы достигли гораздо раньше, чем мы планировали, и гораздо больше, чем мы планировали. Вот как ты сказал, эта команда, работа очень важна. Соль, можно вопрос? Вот после того, как вы этот путь прошли, не жалеешь? Нет, конечно. Оно того стоило? Конечно. Когда я смотрю, насколько счастливы мои дети, в школе, в садике, каждые выходные, бегая по пляжу, и даже не только каждые выходные, босиком купаясь в море, и с совершенно другими ценностями в обществе, с совершенно другим отношением к детям в учебных заведениях, не такие, как в России, заразительно, очень отличается подход. И им это больше нравится, они чувствуют себя более свободно, они бегают. Моя старшая дочка не хочет каникул. Для нее каникулы – это зло, она хочет учиться в школе все время, без каникул. К тому, конечно, я не жалею. Соль, скажи, пожалуйста, пожеланиям вот женам, мужей, декабристов потенциальных, которые думают, как вот вырваться из России, да, и как приехать сюда, допустим, в Новый Зеландию. Скажи им пожелания напоследок. Пожеланиям один, конечно, муж ваш, мужчина, ему будет очень тяжело чего-то добиться, поставив себе цели на всю семью, но не даваясь их один. Конечно, нужно мужу помогать всеми силами. Если нужно найти работу, надо найти работу. Если нужно сдать экзамен, надо сдать экзамен и сделать все, что от тебя зависит, чтобы ваш проект совместный удался. Спасибо вам огромное. Мы все желаем вам счастья и удачи, потому что вы на отличном пути, повторюсь, ребята буквально на той неделе получили резидентство и мы от всей души желаем вам удачи, ребята. Будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова